Всем привет, с вами Sargos. Сегодня я хочу поговорить о самом приятном за последние несколько лет приобретении для меня. Это наушники AirPods. Что я хочу о них сказать? Это великолепно. Я не буду вас томить ожиданием, я просто сразу скажу, что это великолепно. Если у вас есть финансовая возможность, и вы можете купить себе их не в кредит, и вы являетесь, ну пусть не меломаном, но регулярно слушаете музыку, регулярно используете гарнитуру и хотели бы избавить себя от проводов, это лучшее решение на рынке. Я сейчас ничего не рекламирую, я не пользовался аналогичными наушниками совсем без проводов, то есть какие-то решения от Samsung, возможно китайские решения с AliExpress, но то, что предлагает AirPods, просто замечательно. Есть некоторые нюансы, которые, возможно, станут минусом для некоторых категорий пользователей, но для меня это просто, я не знаю, луч света в темном царстве. Нет никаких инноваций уже давно. Вот какие у меня были покупки за последние несколько месяцев, за последние несколько лет. PlayStation 4. Та же PlayStation 3 графика получше, что-то немного улучшено, но в целом это та же старая консоль. Никаких принципиальных изменений. На PlayStation VR я не заглядываюсь, потому что на канале ITpedia я послушал достаточно критический гневный отзыв, и его искренность весьма подкупает. Конечно, отзыв специфический, но тем не менее. Слова о том, что от VR кружится голова, подташнивает, которые потом, через несколько месяцев, когда бюджеты рекламные уже освоили, стали проскальзывать у других блогеров, которые просто пищали от восторга, как девочки при виде VR в разных проявлениях. У ITpedia был сразу критический отзыв, и на PlayStation VR я не смотрел, хотя это, думаю, была все-таки инновация. Ну, PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive, не суть. Google Cardboard, надеюсь, он так называется, и разные его аналоги из пластика, в общем, куда вставляется смартфон. Ну, на мой взгляд, просто игрушка. Я пользовался и картонной версией, и версией пластиковой с регулировкой линз. Ну, я не знаю, кому это может быть интересно. Это, ну, так, один раз поиграть, показать друзьям, но даже для просмотра улиц это не подходит. Качество там не ахти, приложений для этого нет, и в целом реализация достаточно посредственная. Единственная покупка, которая меня радует до сих пор, как в первый день, это проектор. Вот проектор, да, но о проекторе я уже рассказывал. Я каждый раз, когда его включаю, к сожалению, достаточно редко, времени совсем нет, но когда я его включаю и запускаю какую-то игру на PlayStation или просто какую-то серию сериала, я считаю, что это великолепно. Вот кто бы что ни говорил, что, мол, надо купить телевизор, что все это ерунда, что много минусов. Я не вижу никаких минусов, у меня огромный двух с половиной метровый экран, наверное, даже трехметровый экран, и менять его на телевизор диагональю сколько там, 60 дюймов, сколько это, 120-150 сантиметров. Ну, у меня диагональ вдвое больше, и я никаких проблем в связи с этим не испытываю. Телевидение я не смотрю, ток-шоу не смотрю и использую для просмотра фильмов и игр, просто чтобы не ходить в кино и просто чтобы не щуриться в маленький экранчик. У меня был телевизор 32 дюйма, и смотреть на Ведьмака размером с таракана так себе удовольствие. Далее, покупка GoPro это интересное приобретение, и я все-таки постараюсь его как-то реализовать, когда буду в более подходящей обстановке, но без стабилизатора, если у вас нет мотоцикла, машины, велосипеда, где это можно закрепить. Ну, велосипед у меня есть, у меня маршрутов красивых нет, тем более уже осень, не до GoPro, я поздновато ее купил. Это интересно, это здорово, но опять же, это просто видеокамера. В ней нет ничего такого, я не ныряю с ней под воду, и мне, как обычному пользователю, на iPhone снимать гораздо удобнее. По крайней мере, дома, когда я записываю, ну пусть даже какой-то обзор книги, мне гораздо проще поставить iPhone на штатив, он будет писать гораздо лучше, четче и с настройками разобраться проще. Но с GoPro, я надеюсь, следующим летом что-нибудь придумаю. Идет сейчас стабилизатор простенький, возможно, буду использовать, ну хотя бы как небольшую камеру для видеоблогов, ну я не знаю, вот как это без лица организовать, но я еще подумаю. В общем, GoPro тоже меня как устройство не впечатлило. iPhone 7, ну знаете, это тот же iPhone 6, это тот же iPhone 5. С момента выхода iOS 7, которая отличалась отсутствием сквеморфизма, плоским дизайном, и которая на четвертом iPhone мне очень понравилась, еще на четвертом iPhone, когда она только выходила, я ее очень ждал. Принципиальных отличий в работе iPhone с тех пор я не вижу. Вот у меня лежит на столе четвертый iPhone, который я использую вторым устройством для получения смс-ок от банка. И вы знаете, ну да, конечно, там система устаревшая, многие приложения не идут, но это проблема не телефона, а того, что прошивки не обновляют. А вот так, если лежат рядом два смартфона, ну нет принципиальной разницы. То есть я, к примеру, своей маме подарил после iPhone 4, вот который лежит у меня сейчас, который принадлежал раньше ей, отдал свой iPhone 6 Plus. И она разницы, кроме размера экрана, не испытала. И я после iPhone 6 Plus, перейдя на iPhone 7, тоже никаких особых принципиальных отличий не увидел. Да, он не тормозит, но тормоза это проблемы исключительно iPhone 6 Plus. Кстати, iPhone 4 до сих пор работает плавнее. То есть никаких инноваций я не вижу. 3D Touch, на мой взгляд, вообще не нужен. Touch ID, ну да, он удобен, но это уже, опять же, немного старая тема. Думаю, все с ним знакомы. Сейчас, думаю, в тренде будет Face ID. И Apple собрала базу отпечатков, теперь будет собирать базу фотографий. Ну, это шутки, я не сторонник теории заговора, кому нужны ваши фотографии. Apple Watch. Apple Watch это разочарование века для меня. Я писал на своей странице ВКонтакте, вот яблочный маньяк, записав видео про Apple Watch, вот просто сказал все, что я хотел сказать. Я с ним не знаком, но вот в вопросе Apple Watch полностью солидарен. Яблочный маньяк, если ты меня смотришь, я тебе просто жму руку. Вот Apple Watch, ты единственный человек, который сказал все как есть. Не то, что там, ну да, уведомления, но в принципе удобно. Вот дерьмо. Apple Watch дерьмо, и ты это всем сообщил. Я очень рад, я хотел сказать то же самое. Я сам планировал видео, записал звук, но я просто физически, у меня не получилось снять видео так, чтобы в фокусе были сами Apple Watch. Ну вот нет у меня скилла операторского, хотя с айфона казалось бы, ну что там снимать, но, к сожалению, не получилось. Но все, что я хотел сказать, вот можете на его канал зайти, посмотреть. Это опять же не реклама, он мне не платил, да и кто мне будет платить, у меня сколько подписчиков. Но тем не менее, вот мое мнение вы увидите там, или на моей странице ВКонтакте пролистаете чуть вниз. Я опубликовал его видео со своим небольшим комментарием. На Apple Watch работать невозможно, и это просто часы, от которых не ждите больше ничего. Да, вам будут приходить уведомления, но это не настолько уж удобно. Вы сможете только смотреть. Отвечать на них, ну даже не думайте. У меня Apple Watch Series 1, но, насколько я знаю, последующие Apple Watch ненамного отличаются. Но с покупкой AirPods я понял, что у Apple Watch есть единственная важная задача, с которой они худо-бедно справляются. Это менять громкость и переключать треки, когда у вас AirPods в ушах. Потому что на них нету никаких кнопок, сенсоров нормальных. Они могут только вызывать Siri, брать трубку и вешать трубку. Но согласитесь, когда вы идете где-то в общественном месте, тыкать по наушнику и кричать «Привет, Siri! Включи следующую песню!» Ну, что это? Тем более, когда вы идете где-то в общественном месте, там, в общественном транспорте, в метро, где шумно. Ну, согласитесь, никто не будет вызывать Siri. Тем более, интернет в России, прямо скажем, не в каждой точке города работает. Поэтому управление AirPods оставляет желать лучшего, на мой взгляд. Но через Apple Watch это великолепно. Поэтому, если у вас есть Apple Watch и вы не знаете, куда деть это дерьмо, покупайте AirPods и жизнь заиграет новыми красками. Я, наконец-то, послушал summary, то есть это краткие изложения бизнес-литературы, потому что раньше я читал различные бизнес-книги, книги по менеджменту, по психологии, и это занимало очень много времени, хотя, по сути, в такой литературе важных предложений на всю книгу, ну, может быть, 10. Жаль, магических summary нету, потому что там важных предложений может быть на всю книгу 2. Очень удобно, я в основном использую для аудиокниг, но иногда слушаю Apple Music. И я не являюсь фанатом чистого звука, вот эти флаг-файлы никогда не скачивал. У меня, ну, есть небольшое музыкальное образование, но, прямо скажем, я не меломан. Поэтому мне, ну, абсолютно неинтересно, что насколько они там слабее каких-нибудь Sennheiser'ов или каких-то других моделей, для меня главное удобство. Я всегда мечтал именно о беспроводных, абсолютно беспроводных удобных наушниках. Как только появились и стали более-менее популярны разные Bluetooth-гарнитуры с таким проводком между ними, я сразу загорелся, заказал с Алиэкспресс, что-то за 2500 рублей, мне пришли ужасные, отвратительные наушники, в которых я выглядел как чебурашка. Они вставлялись в уши, внутриканальные, с такими резиновыми затычками. Но снаружи оставалась такая огромная штука, размером, ну, не знаю, с полспичечного коробка, которая постоянно оттягивалась, которая была очень неудобной, которая ужасно выглядела. Но, тем не менее, я год где-то в них проходил, и вот сейчас, когда, ну, так, сложились обстоятельства, что и у меня были деньги на руках, и вот те Bluetooth-наушники стали окончательно сдыхать, и я их заказал, через несколько дней они мне пришли. Нет, я не буду рекламировать никакой дружелюбный магазин техники, просто я нашел в Яндекс.Маркете самое дешевое предложение, и оно, как правило, ничем не хуже раскрученных магазинов. Итак, они мне пришли, и вот с первых же минут я понял, что это великолепно. Они изначально заряжены, я сразу вставил их в уши, включил, и понял, что вот удобнее просто ничего не придумали. Возможно, есть какие-то решения от Samsung, но у меня iPhone, зачем мне решения от Samsung? Когда вы вынимаете один наушник, песня или аудиокнига автоматически ставится на паузу. Очень удобно слушать музыку или аудиокнигу вдвоем. Вот у меня всегда была проблема, то есть в поезде, если я еду с кем-то в дороге, я должен вставлять переходник, такой разветвитель для двух наушников, вставлять двое наушников, тянуть второй провод своему попутчику, и это очень неудобно. Bluetooth наушники, к сожалению, не разорвать, они тоже связаны проводком. О, Господи, они великолепны. Плюс они держат пять часов, достаточно поставить их в кейс на зарядку, и они еще пять часов продержатся. Там, по-моему, в сумме 24 часа получается, но я еще не проверял, я раз в два-три дня их заряжаю, и вполне хватает. Удобство для ушей. Вот AirPods, старые, которые проводные от Apple, для меня были очень неудобными. Я фанат внутриканальных наушников. В целом наушники я использую очень-очень давно, с 2000... Ой, прошу прощения, 2000... С 1997 или 2006 даже года, когда были такие, знаете, в ларьках по... Ну, не помню, сколько они там стоили, наверное, рублей 15. Такие в дешевой пластиковой упаковке черные пластиковые наушники. Один был промаркирован красным, другой синим. Я вставлял их в уши, вставлял штекер в свой кассетный моноплеер и шел, слушал. И, разозумеется, постоянно уставали уши. Потом я вставлял уже наушники получше в CD-плеер, потом в MP3-плеер, в телефон. И в итоге я очень небыстро познакомился с внутриканальными наушниками с резиновыми вставками, которые как бы вакуумные. И это для меня было просто божественно. После них, когда я перешел на Apple-овские гарнитуры, для меня было неудобно. То есть у меня до сих пор валяется гарнитура с миниджеком от 6-го айфона, от 6+. Валяется гарнитура с лайтнингом от 7-го, потому что мне их использовать неудобно. Вот у меня начинали от них болеть уши, постоянно дергался этот проводок, и я покупал недорогие, там за 500-1000 рублей, какие-нибудь Sony внутриканальные, маленькие, аккуратненькие, или Panasonic. И ходил с ними по году, на год мне хватало, потом покупал следующие. Но здесь я воткнул AirPods, и они гораздо удобнее. Они вообще в ухе не ощущаются. Но, видимо, это из-за отсутствия проводов. То есть провода ни за что не цепляются, не выдергиваются наушники, и это настолько удобно, насколько вообще можно представить. Я, в принципе, к наушникам не притязателен, но их эргономичность для меня важна, потому что вот сейчас я пишу звук с такими большими наушниками, которые держатся на голове, и вот мне через несколько минут становится уже неудобно. То есть мне давит на голову, мне давит на уши, у меня горят уши. Большие наушники я вообще долго на себе держать не могу. Маленькие наушники получше, но AirPods – это просто must-have. Но единственное, я рекомендую вам все-таки постараться их примерить. В магазине, конечно, их никто вам не даст, но если у кого-то из ваших знакомых они есть, примерьте, потому что, ну, все-таки уши не универсальны, и у некоторых людей они плохо сидят в ушах. Некоторые неудобств не испытывают, но смотрятся с ними отвратительно. Я видел пару техноблогеров, так у них наушник торчит не прямо вниз вдоль щеки, а куда-то в сторону, и выглядит это как будто у них антенки из ушей. Это странно. Ну, может быть, просто нужно их подвинуть, в видео-то непонятно, но вот у меня они именно прямо четко вниз и смотрятся очень органично. Но такое не всегда, поэтому желательно примерить. Если вам проводные AirPods совсем неудобны, то не факт, что будут неудобны беспроводные. Что еще я напоследок хотел бы отметить? Очень удобно работать с iPhone, с Apple Watch и с MacBook. То есть, вы открываете крышечку кейса, подносите, к примеру, к MacBook, и тут же, практически мгновенно, может быть, за секунду, наушники подключены к новому устройству. Подносите к iPhone, открываете, и они подключены к iPhone. То есть, вам не нужно втыкать штекер, не нужно залазить в настройки. С китайскими Bluetooth-наушниками была целая проблема. Мне приходилось забыть их на iPhone, то есть, нажать там настройки, забыть устройство, заново включить поиск на китайских наушниках, подключить к MacBook, найти там, чтобы отключить от MacBook, опять забыть. То есть, это, ну, настоящий геморрой. Я прошу прощения за выражение, но это было отвратительно неудобно, поэтому использовал я их только с телефоном. С Apple Watch они коннектились вообще ужасно, и если закрыть iPhone ладонью, то более дешевые модели вообще не ловят. Ну, не говоря уже о том, что отойти в другую комнату невозможно. AirPods отлично работают, плюс удобно разговаривать по телефону. Вот два человека в комнате, один с вами, а третий человек где-нибудь по работе, там, в другом городе, и вам нужно втроем все обсудить. На громкой связи не всегда удобно, а если вы даете наушник второму собеседнику, то вы оба будете слышать его. Единственное, вам нужно находиться более-менее близко, потому что микрофон, по-моему, работает только на одном наушнике. Но я могу ошибаться, но вот у меня были такие проблемы. Поэтому я всем рекомендую к покупке вот это, по-моему, действительно инновации. То есть это не просто добавили какую-то хрень в уже имеющийся продукт. Это, на мой взгляд, полностью переработанное и лучшее, что есть на рынке. Вот, кстати, по поводу инновации еще не сказал про MacBook. У меня MacBook Pro, какого там, 16-го, наверное, года? Ну, может быть, 15-го. Ну, в общем, когда они появились, такие черные, красивые и тонкие. И я купил его, когда у меня как раз стал сдыхать мой старый MacBook 2011 года Pro. И, ну, да, он черный, да, он тонкий, да, у него классная клавиатура. Но особых, опять же, изменений, никакого нового опыта использования я не испытал. Зачем нужна вот эта сенсорная полоска? Я прямо, скажем, не понимаю. У Стаса Айкок просто есть упоминания о ней, что он своими сосисками по ней просто не попадает. Я не хочу его обидеть. У меня такие же сосиски. Я уверен, что я также не буду попадать. Поэтому, ну, для мужчин, для людей, которые работают за MacBook'ом, а все-таки MacBook Pro это рабочий инструмент, ну, на мой взгляд, это несколько не к месту. То есть есть горячие клавиши, а вот эти смайлики, у меня их даже на телефоне нет. У меня, то есть русская раскладка, английская раскладка. И никаких смайликов. Я все-таки не 15-летняя девочка. И на MacBook'е, на мой взгляд, дополнительный ряд сенсорных клавиш совершенно лишняя. Ну и в MacBook'ах вот самую новую линейку совсем раскритиковали. То есть много брака. И у меня нет претензий. У меня, к счастью, не было никаких проблем. Но у меня постоянно забивается клавиатура. Ход клавиш, да мне плевать, что он там на полмиллиметра короче. Я специально замерял. Быстрее я печатать не начал. Скорость абсолютно та же. Но клавиатура старала громче. А за счет того, что ход клавиш клавиатуры совсем маленький, я постоянно сталкиваюсь с залипанием клавиш. Вот в частности клавиша С. Я ее нажимаю, она просто не прожимается. Я продуваю, долблю по этой клавише. Даже клизму купил. Дуть специально под клавишу. Бесполезно. Я пишу книгу. Я постоянно отвечаю на почту. Я пишу тексты, сценарии к видео. Я постоянно использую клавиатуру. И вот такая подстава. Это очень неприятно. Из-за суммы, которую потратил человек на MacBook, я думаю, каждый может рассчитывать на что-то более приятное. Кстати, отсутствие портов меня ничуть не парит. Я об этом знал. И, ну, странно говорить, что это минус, если вы, ну, видели в магазине, что у него нет портов. Пока только GoPro, по-моему, подходит. Так как у него тоже USB-C. Так вот, если кто-то знает, как решить проблему с залипанием клавиш, там, может, есть у кого-то видеоинструкция, как эти клавиши выковыривать и продувать. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что у меня идей нет. Я пробовал все. Единственное, что баллончиков с кислородом сжатым я просто не нашел. Ну, я сейчас в таком городе. Ну, буду в Москве, поищу, конечно. Но все-таки хотелось бы, не знаю, воспользоваться подручными средствами. Не знаю, там, пинцетом, зубочисткой. Может быть, ссылка есть какая-то на ролик, решающий эту проблему. А в остальном MacBook меня устраивает. Но это не инновация. В этом нет ничего нового. Кайндл, опять же... Электронная книга. Ну да, электронная книга. Да, в отличие от трех моих предыдущих книг, она не глючит. А в отличие от них, она не сдыхает через полдня, хотя там заявлено чуть ли не месяц. Кайндл просто работает. Просто электронная книга. Она работает так, как должны работать все электронные книги, но это не инновация. А вот наушники, это да. Наушники меня поразили. И думаю, что наравне с проектором они будут меня продолжать радовать очень и очень долго. Ну что ж, благодарю за внимание. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. Если лайков будет достаточно много, я буду стараться продолжать выпускать такие разговорные видео на, возможно, отвлеченные темы. Ну, то есть, обзоры устройств, фильмов, книг и мое мнение о чем-либо. Благодарю за внимание. С вами был Sargas. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт magsargas.com. Обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу магии. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok